Мы с вами продолжаем наш топ-5 партий между Магнусом Карлсоном и Фабианом Каруано, и сегодня у нас остается 4 дня до матча, и следовательно, партия номер 4 в нашем топе. Да, эта партия была сыграна в 2015 году, также в супертурнере в Норвегии, как и партия, которая заняла 5 место в топе. Тот турнир сложился, на самом деле, совершенно иначе по сравнению с турниром 2018 года, но один момент остался неизменным, и Каруано и Карлсон принимали в нем участие, соответственно, между ними состоялась личная встреча. В этой партии Фабиан играл в белыми, и, как и в партии, занявшей 5 место, было сыграна Е4 и Е5, и здесь Каруано достаточно принципиально сыграл испанскую партию, ну и Карлсон, в принципе, не менее принципиально ответил берлинским варантом, берлинским менеджментом. На самом деле, Фабиано является одним из немногих шахматистов, которые достаточно безбоязненно, скажем так, идут в берлинский варант, пытаются его опровергнуть, пытаются поставить перед ним проблемы, и не то чтобы раз за разом, но, по крайней мере, периодически у Фабиано получается поставить серьезные проблемы перед соперниками, именно в берлинском варианте. Ну и вот еще одним шахматистом, который довольно хорош в опровержении Берлина, скажем так, является Максим Вашьелограф. Ну вот, то есть Фабиано прошел в основное теоретическое продолжение. Деяк, у них 5, ферзь Д8, король Д8. Про берлинский вариант сказано уже немало слов, написано немало книг, то есть я здесь не буду останавливаться на каких-то тонких стратегических моментах. Скажу лишь то, что, ну, у белых есть некоторое преимущество в пространстве, у них лучше пешечная структура и перспектива игры на королевском фланге. Взамен черные уже добились размина ферзей, у них два слона, которые могут сказаться в будущем, ну и, в принципе, компактная, надежная позиция. Ашты, и здесь Карлсон избирает довольно редкий ход Аш6, но на самом деле именно Аш6 Карлсон в тот момент уже, на тот момент уже применял против Карлона и с довольно неплохими результатами. Но вот здесь Фабиано принес усиление. После конь С3, конь Е7. В предыдущей партии Фабиано играл слон Ф4, но здесь, видимо, проанализировав эту позицию дома, американский шахматист пришел к выводу, что план с ходом Б3 обещает больше шансов на получение одеводного пререза, но, видимо, он был совершенно прав. Карлсон играет слон Ф5, это одна из идей хода Аш6, то есть таким образом черный готовит клетку для отступления этому белопольному слону, и после естественного, наверное, единственного разумного хода конь Д4, видите, черный прячу слона Аш7. Это на самом деле, скажем так, вносит некоторые своеобразия в эту позицию, обычно в берлинском варианте слон на Аш7 не попадает, и у такого расположения слона есть свои плюсы и минусы, то есть с одной стороны слон на Аш7 очень активен, давит слабую пешку на С2, с другой стороны слон с этой клетки не контролирует поле Е6, и поэтому черным нужно крайне большую аккуратность соблюдать в дальнейшей игре, если белые в нужный момент прорубят Е6, то получат граватный перевес. Слон Б2, Ладе, Д8, ну вот здесь уже можно было рассматривать ход Е6, но, согласно мнению движка, и наверняка Магнус об этом узнал, после хода конь Д5 черным хватает динамических ресурсов для того, чтобы поддерживать равновесие. Поэтому Хабиана избрал более хитрый, видимо, более сильный ход конь С на Е2. Все равно черный ставит коня на Д5, ну это достаточно логично, то есть нужно каким-то образом завершить развитие, но все-таки после коня Ф4 становится понятно, что чисто визуально, по крайней мере, позиция белых здесь предпочтительнее, ну и их план тоже более понятен, то есть им нужно развивать активность в центре и на королевском фланге. У черных игра, ну, в первую очередь, связана с ограничением активных возможностей белых, но вот объективно, объективно у Фабиана здесь уже некоторый перевес. Для Ж8 Ж4, ну и Магнус это тоже осознает, пытается каким-то образом усилить, сделать более активными собственные фигуры, но выбирает для этого не лучший способ. Сильнейшим продолжением здесь было конь С2, то есть таким образом черные могли инициировать массовые размены, после чего, да, их позиция внешне непривлекательна, то есть логично на Ж8 застревает, но с другой стороны все-таки явное сокращение материала на доске обещало черным в этой позиции довольно весомые шансы на спасение, с другой стороны очевидно, что все-таки белые здесь претендуют на победу. Тем не менее, это было лучшим продолжением, после коня А6 оказалось, что, ну, идея хода понятна, черные хотят переставить коня на С5, но это оказалось слишком медленно, то есть конь Ф5, конь С5, ладья БД8, король БД8, ладья Д1, король С8, ну, и вот здесь Фабиано одновременно сделал логичный усиливающий ход, но также поставил довольно коварную ловушку, в которую Магнус на самом деле попался. То есть корона сыграл слон А3, ход очень разумный, такой достаточно сдерживающий, то есть белые оказывают давление по этой вертикали А3, А8, черным очень трудно продолжать здесь каким-то образом пытаться усилить позицию, то есть слон Ф5 же, в принципе, можно было рассмотреть, но выглядит крайне непривлекательно за черных, потому что вот эти пешки Е5 и Ф5 нависают над их позицией, опять-таки нет активной контр-игры, вот вместо этого, возможно, стоило сыграть, стоило сыграть Б6, то есть просто укрепляя пункт С5, и белым было бы трудно добиться немедленного прокраса, с другой стороны черные явно не смогут раскрутиться в ближайшем будущем. Вместо этого Карлсон сделал ход конь Е6, который выглядит довольно разумно, возможно, ему даже показалось, что Фабиано по предыдущим ходам слона 3 допустил ошибку, но в итоге оказалось, что именно Карлсон здесь просчитался, последовало конь Е6, и вот здесь норвежец осознал, что именно он не видел, то есть, конечно, Карлсон явно намечал ход ФЕ, после ФЕ у белых есть очень красивое опровержение вот этой вот последовательности со стороны черных, вы можете поставить видео на паузу и попытаться его найти. Ну вот, после ФЕ Корона имел бы возможность сыграть слон Е7, создавая угрозу мата на Д8, ну и оказывается, что у черных нет удовлетворительной защиты, после слона Е7 конь Е7 теряется качество, и проигрывается партия, после Б6 просто белые проводят пешку Е в ферзи, то есть, черным в лучшем случае придется отдать за нее слона. Ну, на самом деле вполне можно понять, почему здесь Карлсон допустил этот просчет. Во-первых, в принципе, ходы по диагонали, но не доходя до конечной точки, то есть, вот видите, белые как бы могут побить на Ф8, и вот такие ходы, которые останавливаются перед, скажем так, бьющей фигурой, они всегда, их очень трудно найти за доской, особенно в вариантах заранее. То есть, видите, даже чемпион мира эту возможность не учел. Ну и во-вторых, не стоит забывать, что черные вели довольно трудную оборону уже на протяжении 15 ходов к этому моменту, и поэтому, в принципе, эта ошибка достаточно простительна. Ну, тем не менее, Магнус все-таки вовремя осознал, что ход ФЕ не работает, вместо этого последовало слон А3. Белые выиграли пешку. Да, у черных два слона слон на H7 совершенно не производит впечатления. Возможно, Магнус рассчитывал издалека на ход слона Ф8, то есть, видите, кажется, что конь попался, если его увести, то черные на связке выигрывают фигуру. Но, скорее, мне все-таки легче поверить в то, что именно ход слон Е7 в предыдущем варианте земнул чемпион мира, потому что здесь-то, в принципе, игра опровержения. Опровержение, скажем так, со стороны белых оно довольно простое. То есть, есть ход Е6. Теперь на Ж7 нельзя брать слоном по причине конь Е7 с выигрышем. Ну, ладьей брать тоже нельзя по причине, к примеру, Е7. Хотя и комбьет Ж7 тоже выигрывает. То есть, пришлось брать на Ф5, коде Ф5, ФЕ. Да, черные отыграли пешку, но, по большому счету, этот эндшкель просто проигран. У черных огромное количество пешечных слабостей. У белых все пешки расположены идеально. Но даже более важный момент здесь. Тот, что конь занимает шикарнейшую, просто лучшую клетку на доске. Черный слон на Ф8 по сравнению с этим красавцем конем просто, ну, инвалид на самом деле. И белые, на самом деле, не очевидно, что эта боится настолько безнадежно, но дальнейший анализ показал, что у черных действительно не было никаких шансов. Остаток партии можно показать в быстром темпе. Корона просто надвигал пешки на королевском фланге. И Магнус не смог найти никакой реальной контр-эгры. Здесь еще обратите внимание, очень четкое техничное решение. Ф5, Еф и король Ф4. То есть, после ладья Е2, конь Е2, у черных подвисает слон на Ц3. Это означает, что они не успевают защитить на Ф5. И таким образом, просто белые перешли бы в элементарно выигранный легкофигурный эндшкель. Магнус попытался сохранить ладьи, но в этой позиции нет никаких шансов на спасение. Следующим ходом Корона сыграл бы Ж7, потом ладья Ж6, потом в какой-то момент конь Х6. Ну и просто либо вынудил бы опять-таки переход легко выигранный легкофигурный эндшкель, либо просто выиграл бы у черных слона за пешку. Поэтому в этой совершенно безнадежной позиции Магнус признал свое поражение. Ну и на мой взгляд, очень качественная партия, в которой с одной стороны Корона продемонстрировал то, что он очень качественно, четко считает варианты. Но также он продемонстрировал, что даже в позиционной игре он в принципе вполне способен составить конкуренцию чемпиону мира, потому что здесь получился в принципе спокойный берлинский эндшкель, в котором американец просто-напросто играл сильнее. Кэрол, твои мысли по поводу этой партии? Ну она была интереснее, чем предыдущая. Ну я, честно говоря, не то чтобы с тобой не согласен, но мог бы оценить эти партии, наверное, как равноценные, хотя характер борьбы в них, конечно, был разный. Нет, в целом просто и ту, и другую я увидел первый раз в жизни, то есть, и вот это показалось мне гораздо более интересней, намного. Ну, сама борьба... Это твое право. Сама борьба, но давай интересней. Да, ну и результат у нас более приятный в итоге получился. Да. Всем спасибо за внимание, завтра выйдет очередной выпуск лучшей пятерки партии между Магнусом Карлосом и Фабианом Короной. Ну и уже совсем скоро начинается начное первенство мира. Главное блюдо осени. Всем спасибо за внимание.